Амброс Бирс Диагноз смерти «Я не столь суеверен, как кто-то из вашего врачебного сословия, из людей науки, как вы предпочитаете именоваться», — сказал Хоувер, предупреждая выпад собеседника. — Ведь некоторые из вас, хотя таких надо признать немного, до сих пор верят в бессмертие души и даже в определенного рода видения, которые вы стесняетесь назвать просто призраками. А я всего лишь заявляю, что порой можно видеть живых людей там, где их нет в данный момент, но где они были раньше. Там, где долго жили, причем жили весьма деятельно, отчего на всем, что их окружало, остался, с позволения сказать, своеобразный отпечаток личности. Я знаю наверняка, что личность человека может так впечататься в обстановку, что даже через многие годы образ его может предстать перед глазами другого. Естественно, для этого нужна индивидуальность, способная запечатлеться таким вот образом, и глаза, способные видеть. Мои, например. — Да, да, особого рода глаза. А еще мозг, превратно толкующий то, что они увидели, — сказал доктор Фрейли и улыбнулся. — Спасибо за диагноз. Приятно, когда твои предположения сбываются. Ведь я ничего другого от вас и не ждал. — Извините, но вы сказали, что знаете наверняка, причем сказали не шутки ради, ведь правда? Может быть, объясните, почему вы так уверены? — Вы наверняка назовете это галлюцинацией. Впрочем, как вам будет угодно, — сказал Хоувер и начал свой рассказ. — Как вам известно, прошлым летом я отправился в городок Меридиан, собираясь пересидеть там самую жаркую пору. Но родственник, у которого я хотел остановиться, оказался болен, так что мне пришлось приискивать другое жилье. Искать пришлось долго, но в конце концов я нашел-таки свободный дом. В нем когда-то жил доктор Манниринг, известный в городке своими странностями. Потом он уехал, но никто не мог сказать, куда именно. Даже человек, которому он поручил приглядывать за домом. Манниринг сам выстроил этот дом и прожил в нем без малого десять лет, деля кровь только со старушкой-служанкой. Пациентов у него было немного, а вскоре он и вовсе забросил практику. Надо еще сказать, что он чуждался местного общества и жил сущим отшельником. Общался он только с сельским врачом, который и рассказал мне, что годы затворничества Манниринг посвятил исследованиям и даже написал книгу. Но труд этот не снискал признания во врачебном сословии. Многие из коллег даже сочли, что у Манниринга не все дома. Сам я эту книгу никогда не держал в руках, и сейчас уже даже не помню, как она называлась. Но мне довелось слышать, что в ней изложена весьма оригинальная теория. Манниринг утверждал, будто есть способ предсказать, причем довольно точный, когда человек умрет, пусть даже сейчас он ничем не болеет. Предельным сроком предсказания он, если я не ошибаюсь, считал восемнадцать месяцев. Местные геродоты рассказывали, что он не раз делал такие прогнозы, вернее сказать, ставил диагнозы. И что те, чьих друзей он предупреждал, умирали именно в предсказанный день, порой без видимых причин. Впрочем, рассказать я хочу совсем о другом. Просто мне показалось, что вас, медика, это развлечет. Дом я снял со всей обстановкой, которая со времен Манниринга сохранилась целиком и полностью. Сам я не склонен ни к отшельничеству, ни к научным изысканиям, и жилище это было слишком уж мрачным. Мне даже казалось, будто сама его атмосфера, а точнее характер его хозяина, как-то влияет на меня. В стенах этого дома на меня накатывала меланхолия, обычно чуждая мне, даже когда я остаюсь один. Хотя по ночам в доме никого, кроме меня, не было, прислуга была приходящая. Но я и в одиночестве не скучаю, поскольку очень люблю читать. Причин этого я не знаю до сих пор. Скажу лишь, что мною овладевало предчувствие неотвратимой беды и, как следствие, подавленность. Особенно явственно это ощущалось в кабинете доктора Манниринга, хотя из всех комнат в доме он был самым светлым. Там висел портрет доктора Манниринга в рост. Во всем кабинете только он привлекал внимание, хотя ничего исключительного в нем не было. Седовласый джентльмен, лет пятидесяти, с приятным лицом и темными глазами. Уж не знаю, почему, но от него трудно было оторвать взгляд. Лицо это буквально преследовало меня. Вспоминалось, то и дело. Однажды вечером я проходил через эту комнату, направляясь в спальню. В руках я нес лампу, поскольку газовых рожков в меридиане не водилось. Как обычно, я немного постоял перед портретом. В неверном свете лампы лицо почтенного джентльмена изменилось. Трудно сказать, как именно, но мне оно показалось загадочным. Я заинтересовался, но ничуть не встревожился. Перенося лампу то направо, то налево, я смотрел, как меняется лицо на портрете. Занятие это увлекло меня, но вдруг мне неодолимо захотелось оглянуться. Повернувшись, я увидел какого-то мужчину. Он шел прямо ко мне. Когда он оказался в свете лампы, я узнал доктора Манеринга. Собственной персоной, словно портрет сошел с полотна. «Простите», — сказал я без особого радушия. «Похоже, я не слышал, как вы постучали». Он молча прошел мимо на расстоянии вытянутой руки, потом обернулся и поднял палец, словно предостерегая меня от чего-то. И так же молча покинул комнату. Куда он вышел, я не заметил, как не заметил и моменты его появления. Вы, конечно, уже поняли, что это была галлюцинация. Впрочем, я предпочитаю называть это видением. В той комнате было две двери. Причем одну я сам запер на ключ, а за второй располагалась спальня, из которой другого выхода не было. Не стану вам рассказывать, что ощутил, когда понял это. Вы, конечно, назовете это обычной историей с призраком, похожей на те, что некогда публиковали мастера этого жанра. Но я не стал бы отнимать у вас времени, рассказывая о привидении. Хотя бы и видел его собственными глазами. Нет, призраки тут ни при чем. Этот человек жив. Нынче, проходя по Юнион-стрит, я видел его в толпе, идущей навстречу. Хоувер смолк. Доктор Фрейли с минуту или две задумчиво барабанил пальцами по столешнице. «И он что-нибудь сказал вам?» — спросил он наконец. «Нечто такое, из чего стало бы ясно, что он еще не умер». Хоувер уставился на доктора, но ничего не ответил. «Возможно, он подал какой-то знак», — настаивал Фрейли. «Я имею в виду какой-нибудь характерный жест. Палец не поднял? Была у него такая привычка, когда он хотел сказать что-то важное или огласить диагноз?» «Именно. Поднял палец. Точно так же, как мое видение тогда». «Боже мой! Выходит, вы его знали?» Хоувер заметно возбудился. «Да, знал. И книгу его прочел. Как когда-нибудь прочтет всякий толковый врач. Он обогатил медицину совершенно исключительным открытием, едва ли не самым важным за последние сто лет. Да, я знал Манниринга. А три года назад он заболел, и я лечил его. Но безуспешно. Он умер. Хоувер вскочил на ноги, едва сдерживая волнение. Он быстро прошелся взад-вперед по комнате, потом встал перед своим другом и спросил, собравшись с духом. «Доктор, вы ничего не хотите сказать мне, как медик?» «Только одно, Хоувер. Здоровее вас я в жизни никого не видал. А вот, что я скажу вам как друг. Подите к себе в комнату. Вы божественно играете на скрипке. Вот и сыграйте что-нибудь светлое, живое. А мрачные мысли вон из головы». На другой день Хоувера нашли в его комнате мертвым. Он сидел, прижимая к подбородку скрипку. Смычок лежал на струнах. Перед ним была раскрыта нотная тетрадь с шопеновским похоронным маршем. Матьrakt у него в Neg ken 난. Неб на Бывает тетрадь. Но, ворово, Боры готовим тетрадь в гора, собирает три наrepольском процессе months,